В Национальном художественном музее Республики Беларусь в эти ноябрьские дни проходит выставка по результатам 8-го международного художественного пленера «Святость земли белорусской», посвященного 850-летию представления преподобной Ефросине Полоцкой и Году мира и созидания. Организаторами пленера выступили Белорусская православная церковь, Местный союз художников, Белорусский союз женщин, Белорусский союз журналистов и компания Белинжиниринг Стройинвест. На выставке, открытой по итогам пленера «Святость земли белорусской», представлено около 50 произведений 27 мастеров кисти из Белоруссии, России и Молдовы. Это пейзажи, натюроморты, сюжетные, символические композиции. На некоторых картинах можно увидеть знаменитый Ефросиньевский крест. На иных и сам лик святой, который сохранился на вновь открытых фресках Спасской церкви. Преподобные Ефросине просто так не изображают. Надо изучить ее жизнь, что ценное было для этой святой. И вот они изображают эту святую, потому что они ее полюбили. Чем больше людей любят нашу святую, тем нам приятнее, потому что мы очень любим нашу святую. В экспозицию также включено 30 работ победителя республиканского конкурса «Детского рисунка», проведенного в рамках пленера. Детские вот эти мысли, выраженные в рисунках и живописи, посвященные преподобной Ефросине, говорят, ну, с одной стороны, о почитании Ефросине в нашей стране, с другой стороны, это непосредственно детское эмоциональное восприятие образа, которое потом воплощается в их работах. Тема особенно семейного отношения к вере православной, явная передача отношения веры православной в поколениях, вот она там присутствует. И они настолько иногда сделаны искренне, что буквально пробивают слезу. Торжественную церемонию открытия выставки возглавил патриарший экзарх «Вся Беларусь» и митрополит Минский Изославский Вениамин. Владыка экзарх отметил, что среди святых земли белорусской преподобной Ефросинья Полоцкая занимает особое место. Святое земли белорусской, она проявляется в людях прежде всего, и преподобное прощение – это один из наиболее ярких образов района святости. Святость проявляется и в храмах, которые здесь представлены, и в природе, которая освещается храмами, молитвами. В общем-то, вся выстока говорит об этом, но картины требуют внимательности, собранности, размышления и соответствующего настроения. Чем отличается этот пленар других? Что в нем есть молитва. Художники рисуют не просто о том, чтобы сделать пейзаж и привязание, они рисуют душой. Этот проект посвящен нашим деткам-инвалидам, которые с ДЦП. Над ними куратор отец Виктор Перебудов и духовник пленара является. Основная идея этого пленара и всех этих пленаров, которые создавались, это помочь деткам с ДЦП в Ивенце. Храм Евросинья Полоцкая в Ивенце, это непосредственно настоятель этого храма – это отец Виктор. И вот мы с ним уже на протяжении 8 лет делаем этот пленар, помогаем деткам. Этот пленар все с каждым годом набирает, набирает. Судьбы художников меняются, пленар набирает обороты, потому что у него есть молитва. У нас есть такой пример из Чехии. Приезжал художник, который сначала писал стихи и никак не мог войти в тему. Сейчас же он работает в церкви. В итоге после пленаров он стал монахом и начал расписывать храм. Для меня это, конечно, самая большая награда. Это, конечно, для меня самая великая награда. Примечательно, что новый директор Национального художественного музея Беларуси Анна Кононова, как художник, неоднократно принимала участие в пленарах Святой Земли Белорусской. Огромной благодарности Министерству культуры, Национальному художественному музею, потому что вот уже во второй раз мы представляем себе циталистикой здесь. В прошлый раз очень был впечатлен музей тем количеством посетителей, которые шли на эту выступку. Я уверен, что в этот раз также будет огромное спасибо вам, Адам Владимировне, и музею Министерства культуры. Спасибо вам большое. Спасибо вам за добрые слова. Я хочу сказать со своей стороны, что я очень люблю этот пленар, именно в том, что он даже не больше зрителя духовно просвещает, сколько самих художников, потому что соединяется светский подход художников искусства, людей искусства, представителей, деятелей культуры и духовность. Выставка по итогам пленара Святой Земли Белорусской будет работать в Национальном художественном музее Республики Беларусь до 3 декабря. Затем экспозиция отправится в путешествие по городам Беларуси. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск.